Вчера прочитал сообщение в телеграме о том, что согласно опросам общественного мнения 40% россиян считают, что через год экономическое положение России сильно улучшится, ну или просто улучшится, еще 28% считают, что оно не ухудшится точно, и только 18% считают, что все будет хуже. Ну, честно говоря, я отношусь к тем 18%, которые считают, что будет хуже, и сейчас я попытаюсь объяснить, почему. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, смотрите, сейчас очень крепкий рубль, вообще никакой безработицы, хотя ожидалось, что она будет, ну, вроде бы никакой безработицы, и казалось бы, что все идет хорошо и все идет по плану, но на самом деле все это не так. Почему? Смотрите, у нас очень грамотное правительство, это вот я точно могу сказать, и оно очень здорово работает. Каким образом? Смотрите, ну, всем понятно, что в правительстве, что будет сокращение производства, всем понятно, что из-за сокращения импорта, то есть тотальный обвал, импорт, у нас очень много что остановится, и будет, ну, безработица. Для того, чтобы избежать этого, что делает правительство? Оно говорит, что выделяем кредиты фирмам, предприятиям, для того, чтобы, ну, на выплату зарплаты. Эти кредиты льготные, во-первых, а во-вторых, значит, они с условием. Вот в чем дело, в чем хитрость. Дело в том, что эти кредиты можно не отдавать, если не происходит сокращение людей. То есть вот так вот боремся с безработицей. То есть не сокращаешь, ты можешь не отдавать. То есть если ты не сокращаешь людей в течение какого-то срока. То есть кредит в течение трех месяцев получаешь, и можно не отдавать, если не сокращал в течение этого времени людей. То есть вот таким образом и нет безработицы. Люди просто берут и выплачивают зарплату сотрудникам, которые не работают просто и все. Вот, ну, надо сказать, что сейчас очень много остановилось уже. То есть вы знаете, что автопром остановился, резко сократилось производство автомобилей, ну, потому что недостаток запчастей. И где-то я читал, что, значит, письмо уже пишет правительство, что инженеры, так сказать, говорят, задолбались красить заборы. Но зато нет безработицы. Вот так. Еще один момент, смотрите, сейчас рубль очень сильно укрепился. И что это значит? Это значит, что раньше мы на экспорт поставляли нефть, получали, значит, доллары. Что происходит сейчас? Сейчас мы по-прежнему поставляем на экспорт нефть, получаем те же самые доллары, и тут же смотрите, что происходит. Сейчас состояние даже улучшилось, потому что раньше мы получали вот огромный поток денег этих вот за счет экспорта. И куда шли эти деньги? Ну, частично они оставались за рубежом, то есть оседали на разных офшорах. И достаточно большая часть оседала в фонде национального благосостояния, который, как вы знаете, сейчас заморожен. И сейчас этого фонда нет, то есть сейчас вообще все деньги, то есть в офшорах ничего не остается, естественно, и не остается в фоне национального благосостояния. То есть все деньги идут сюда. За счет этого резко укрепился рубль, и огромный поток денег идет. Но при этом рубль сильно укрепился, то есть смотрите, мы продаем эту выручку нефтяную за рубли, рубль укрепился, и в рублях нефть примерно так же стоит. А что у нас с бюджетом? Вот это вот самое интересное. Сейчас вы видите график, как изменился бюджет со временем, ну, с марта месяца. И мы видим, что бюджет потихонечку, доходная часть бюджета сокращается. Вот что происходит. И что это значит? А это значит, что в бюджете денег становится меньше. Чем это нам грозит? И, так сказать, чем это плохо? Ну, вроде бы зарплата нормальная, все нормально, вот. Но люди смотрят. Мы работаем. И все хорошо. И ничего не меняется. То есть идет, так сказать, военная операция, значит, там все дела, все говорят, будет катастрофа, а катастрофы не происходят. Но за счет чего люди получают деньги? А люди получают деньги из бюджета. И из бюджета деньги идут куда? Вот, значит, там возмещение вот этих вот безработицы всякой. Бюджетники все получают деньги откуда? Из зарплаты. Из бюджета. И, что интересно, все финансирование вот этой военной операции тоже идет из бюджета. А что это значит? Сейчас набирают, то есть, ну, как бы, добровольцев, что ли, и обещают там по 200-300 тысяч в месяц платить, во-первых. А во-вторых, значит, там есть выплаты страховые и по... Если получил ранение, и если получил, ну, если погиб человек, там еще большие выплаты. Все эти выплаты откуда идут? Из бюджета. Естественно. Кроме того, сейчас в три смены, конечно же, работает оборонка, потому что нужны снаряды, нужны ракеты. Вот. Ну, и так далее. И все это идет из бюджета. А бюджет сокращается. Что будет через год? Ну, мы все знаем, что сейчас мы воюем, так сказать, не просто с Украиной, со всем миром. И весь мир говорит, что мы откажемся в виде санкций от российских товаров, от экспорта. Сейчас они пока не могут от нас отказаться. То есть, они говорят, постепенно это будет происходить. Ну, отказались от того, чего могут, а газ, нефть, они пока не могут отказаться в течение года. Так вот, в течение года обещают, что откажутся полностью. То есть, у нас экспортные поступления обнуляются. И откуда возьмутся деньги в бюджете? А не откуда? И что будет? А будет тотальное сокращение, вот это вот, ну, не смогут они поддерживать вот эту, так сказать, искусственную безработицу. То есть, будет массовая безработица, будут массовые задержки с выплатой зарплат, это будет. Вот, будет уже сокращение уровня жизни. И когда закончатся деньги на вот эту вот военную операцию, значит, там, так сказать, добровольцам уже не смогут платить. Ну, так сказать, тогда уже какие варианты? Объявлять мобилизацию, мобилизованные люди работают бесплатно. Вот, такие дела. То есть, я считаю, что все-таки через год будет все сильно хуже. Ну, то есть, в течение года собираются сократить экспорт полностью. Ну, то есть, экспорт из России за рубеж. И, соответственно, вот эти вот платежи, которые идут к нам сейчас, ну, таким хорошим, таким мощным потоком, они обрубятся. И откуда возьмутся деньги? А деньги возьмутся только от Центробанка, который будет их печатать. Но, к чему это приведет? Это будут не обеспеченные деньги, это будет и инфляция, и глобальный рост цен. Ну, посмотрим, что будет, кто из нас прав. Время покажет, как всегда. Я очень хочу, чтобы в России все было хорошо, но будет так или нет, посмотрим. А как считаете вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, согласны вы или нет, что вы думаете вообще по этому поводу. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание, лайк, подписка. И до встречи. С вами был Демидков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok